Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня мы с вами будем распаковывать вот эту большую коробку с куклами из Франции. В коробку может вместиться 7 кг кукол, но, если честно, я не знаю, сколько там лежит, и это мы сегодня с вами и проверим. Так что подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, ну а также ставьте лайк под этим видео. Эта посылка пришла от одного моего знакомого из Франции. Он является коллекционером кукол Monster High, так же, как и я. И можно сказать, я одолжила у него вот этих куколок для моих видео и идей, которые я запланировала у себя в голове. Не буду вам спилерить. Ну что ж, переходим к распаковке! На самом деле мне очень интересно, как он упаковал их, поскольку он является прям сногсшибательным коллекционером кукол. Он относится к ним с огромнейшей любовью, ухаживает за каждой монстряшкой, и причем это занимает достаточно много времени. Это баблы. Кстати, упакованы они, в принципе, не так, как я ожидала. Оставлю это на десерт себе. Я думала, что каждая куколка будет упакована вот в такую вот бабл. Но не тут-то было. Как-то во Франции они все упаковывают так спокойненько, потому что коробки доходят целыми и невредимыми. Итак, вот это Орелей Страйп. Я удивлена, но куклы даже стоят на подставке. Мне очень сильно облегчили просто дело. Даже на подставке не надо ставить. А состояние просто, ну, обалденское. То Релей Страйп хрустит, как будто бы ее вынули из коробки. Кстати, ребят, ко мне также недавно пришла посылка из Франции и Англии. И если вы не смотрели, то обязательно посмотрите по ссылке в описании. Фланец от коробки я немножко загнула под стол, чтобы он нам не мешался. И я вижу Хаулишу. Я знаю, Хаулиша это прям самая любимая куколка среди девчонок. Если у вас она самая любимая, то напишите в комментарии. Лично я тоже обожаю Хаулин, но она, к сожалению, не входит в разряд моих самых-самых прелюбимых монстряшек. Ну, а если бы не Изи Даун Денсер, я уверена, она бы заняла это местечко. Проблемка вся Хаулин это немножко косоватые глаза. К сожалению, левый глазик Хаулин немножко косит. Эх, печалька. Но, как говорят, серпица слюбится. Тем более, если это Хаулин из сета Эпоков Трабл. Кстати, ко мне уже приходил Хлот недавно, так что смотрите видос, чтобы быть в курсе. Еще одно окошечко в этой посылке это Тора Лейстрайп из коллекции Чирлидеры. Интересно, Порсифона с мелодией там есть. У нее очень хорошо залаченые волосы. Ну, правда, не совсем как вот в коробке, но все равно выглядит очень хорошо. И у нее шикарная печать глаз. Вообще обалденная кукла. Раз уж речь пошла о кошечках, то пора бы достать и Кэти Нуар. И вот у нее даже подставка такая в форме седла, как и должно быть. Обалденские волосы. Правда, мне кажется, какая-то маленькая копна волос, если честно. Потому что у моей Кэти Нуар они все-таки такие густые, а тут как-то жиденько. У нее какой-то дефект в туфельках, то есть как будто бы вот залили только что цемент, и он еще не успел остыть, и ты уже ходишь своими пяточками по нему. И вот какие-то отпечатки пальцев прямо на них. Ну, что говорить, разбитое зеркало, грязное разбитое зеркало. Вообще, мне кажется, что у нее как-то болтаются шарниры. У кого есть Кэти Нуар, напишите, та же у вас проблемка. Может, это европейская версия хромает, я, конечно, не знаю. Ну, не будем на нее клеветать, я думаю, ей разрешается. И первый пацанчик в этой посылке это Портер Гайз из коллекции Хаунтед, то есть призрачная. У него шикарно, просто суперски залаченые волосы. То есть тут даже никаких проблем, даже расчесывать не надо. Подставка его, вау! И баллончики аккуратненько прикреплены к его цепям. Что, конечно же, огромнейший плюс, потому что они часто теряются. Пожалуй, раз он у нас призрак, то пусть он будет летать на подставочке. Так, мне кажется, намного лучше. Ага, открываем! И тут один, одинешенький лежит Дьюз Гаргон из серии базовой. У него полная комплектация, а шарниры движутся очень хорошо. Пиу-пиу-пиу! И несмотря на то, что первая волна, у него очень хорошая печать глаз. Эй, Тусу, привет! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Дьюзу, конечно, хорошо с Портером, но я уверена, с Клео бы он точно затусил. Так что будем ее искать. Пиу-пиу-пиу-пиу! Надо же, я тут вижу еще кукол! Ооо, столько кукол! Жесть прям! И Клод Вульф! Еще один пацанчик! Хе-эй, всем привет! Я Клод Вульф! И я из коллекции SW1600! Так что нам придется с вами найти еще не только Клео Даниилу, но и Дракулауру. А можно еще и Спектру попутно захватить. Пока что я не вижу его брутальных очков, но надеюсь, внизу лежит коробочка с аксессуарами. И, кстати, где его основание? Непонятно. Придется его посадить. Ну, в плане на стол, а не в тюрьму. Я только что заметила, у Клода такие большие брови, потому что за очками они что-то как-то не видны. А тут прям такие бровища. Что-то очень много мальчиков, но тем не менее, это все-таки дефицит в Monster High. И вот His Burns из коллекции Classroom, который выпускался вместе с Эбби Боминейбл. И я просто обалдеваю от его слепонов, потому что он как балерина. Ну и волос у него нет, так что с ним вообще проблем никаких. Мы уже достали с вами две Торелли Страйп и на очереди третья, но на этот раз базовая. Я посмотрела на ее личико и немножко взгрустнула, потому что у нее один глазик все-таки немножко кривой. Это очень жаль. О, смотрите на ее руки. У нее еще пальчики покрашены в черный цвет. Такая девчонка вообще на стиле, на стиле, потому что черный лак это топ. Прям как черные воздушные матовые шары. Волосы у нее достаточно залачены и держатся очень хорошо, при том, что кукла очень эксклюзивная и старенькая. В дополнение к Хоулин пришла еще одна Хоулин, но на этот раз из серии Dance Class. Ууу, Dance, Dance, Dance. У этой монстряшки малиновые волосы, которые, я уверена, нравятся всем без исключения. Эти хвостики добавляют ей просто забавности ее образу. Зомби восстали. И это Гулия Елпс базовое встречание. Волосы просто очень супер гладкие, хочется их трогать, вот так вот трогать. Это вот на самом деле самое приятное чувство в мире. И я что-то сейчас не поняла, где ее вторая перчатка. Для меня вообще этот персонаж, это редкая находка в Греции. Как-то мы ее нашли и это для меня был шок. Я смотрела на Гулию. Хм, что-то в ней не то. Потом оказалось, что у нее не те очки. Они должны быть белыми, а у нее зелененькие. Кстати, ребят, недавно на моем канале вышел новый обзор на страшненьких достаточно кукол, которые светятся в темноте. Засматривайте это видео до конца и переходите на обзор. Друг Гулия Елпс это Сло-Мо Мортович зомби в школе монстров. У него настолько залачатые волосы, что я вот их трогаю и они просто как камень. Бархат тоже приятно так чешется. Хвала небесам, я их так красиво расположила, что мне нравится. Все, пойду залепать в инстаграм и выкладывать фотографии. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, ссылки будут в описании. Это еще не все, я вам правду говорю, не все. Как посмотрю на количество гукол, у меня просто мурашки по коже. Вы помните еще коллекцию страх камеры мотор? Я вот помню и даже помню, как я снимала распаковку. Для меня это вообще супер событий перед Новым Годом. Я помню, когда я говорила слово мочалочка, мне прям было очень-очень смешно, потому что у гуклы реально такие вьющиеся волосы. Я бы даже на день хотела бы себе такую прическу. А еще, конечно же, мне нравится детализация кукол и их аутфиты. Оператор есть, но где же актриса или же актеры? Поэтому к нам на помощь поспешит Элизабет из той же коллекции страх камера мотор Фрайтс Кэмера Экшн. У нее действительно немножко есть проблемка с челкой, но, как я и говорила, все эти мелкие недоразумения поправимы. Просто надо сделать объем этой челки и будет все чики-пуки. Мне кажется, что эта куколка немножко нуждается в расчесывании волос. Я взяла расческу черненькую, потому что она первая, которая попалась мне вообще на глаза. Красотка! О, нормально. Кисть такая валяется отдельно. Клод без руки. Нормаленько, нормаленько. Так вот, я решила их подвинуть, иначе у меня вообще не будет места на столе. Клеолия и так, смешение Торли и Страйп и Клео Даниил. У меня просто нет никаких слов, потому что качество кукол шикарное. Они не пользованные. Видно, что они вот стояли аккуратненько на полочках, и хозяин за ними очень хорошо ухаживал. Причесывал им волосы и следил за куклами. Лойцк! Лойцк! Волосы почти такие же, как у Элизабет, так что вместе они будут смотреться просто шикарно. Итак, Кэти Нуар, но на этот раз она из серии Скар Мэстер. Я давно очень хотела подержать эту куклу в руках, да и иметь эту куклу в своей коллекции в открытом виде, поскольку мне она очень нравится. Правда же, красивая. И у нее даже хорошая печать глаз. Что-то холодно становится, вам не кажется, потому что сейчас мы с вами рассмотрим Эбби Буменейбл из базовой коллекции. У нее аутфит. Это просто невероятные меховушки зимние, которые выглядят сногсшибательно. Что-то подставка отлетает, но ничего, ничего. О, я только сейчас заметила, на самом деле, что у Эбби Буменейбл есть вот такие вот манжетики и как браслетики муховые. И это все отдельно, надо же. Я чего-то как-то не обращала на это внимание до этого момента. Я, Эбби Буменейбл, я прошла. Показать вам обзор! Хе-хе! Моя самая любимая кукла Монстр Хай! Это мой Перин Гаргон из коллекции Страх Камера Мотор. Я ее люблю за сочетание бежевого такого оттенка с розовым, ближе к боросячьему. Эта куколка вообще моя любимка. Напишите в комментариях, какая ваша самая любимая кукла Монстр Хай и за что вы ее любите. Я передаю вам эстафету. Стол уже полон, так что кукол придется, судя по всему, вот сюда посадить уже потом будет. Итак, смотрим. Все так аккуратно обернуто. И если посмотреть на количество кукол в этой посылке, то можно ужаснуться в хорошем смысле. Следующая куколка это Скелета Калаверас. Такая же, как и есть у Кати Клэп. Та-да-да-да! Я ее смотрю, выпрямлены локоны. Выглядит очень клево. Как раз хотела посмотреть, как это будет смотреться. Плюсую очень хорошо. Какие же у нее стройные кости. Мечта. А далее в посылке лежит обалденная и изысканная скорышанка Катерин Демяу из коллекции Скарместер. Новый семестр. Она одета в этом костюме жутко красива. Вы не проголодались? Если нет и если да, то к вам придет Хаулин из коллекции Крипотерия. Я поначалу подумала, что у нее какая-то проблемка с волосами. Потому что они как-то странно лежат. Уже приняли такую форму, как вот лежали. Непрямые. Но ничего, можно выпрямить. Но только не утюгом. Ребят, не надо утюгом. Вообще Хаулина серии Крипотерия не лежала в магазине никогда. Чтобы пришел в магаз и купил эту куклу. Непонятно, откуда она у него скорее всего заказывала в каком-либо интернет-магазине. Я решила, что эта девчонка займет место рядом с другой Хаулишей. Чтобы они смотрелись гармонично вместе. С такими розовыми волосами. Вуаля. 13 желаний. Я Джин. И исполнит она все наши желания. Надеюсь. Загадывайте желания скорее. А, лампы-то нет, можете не загадывать. И наконец-то та прическа, которая и должна быть у Джи Джи Грант. Поскольку эти пучки можно легко развязать. Что, собственно, и делают многие ребята. Ой, я над левой бровью. У нее заметила такое вот зеленое пятнышко. Скорее всего, оно от лака. Нам с вами придется немножечко потрудиться и стереть его. Еще девчонка из коллекции Скарместер. Да, она дополнит, так сказать, серию с Катрин Демяу. Ну, это уже Джинафайр Лонг. Это горячая девчонка с такой вот чешуей. Кстати, я недавно посещала место, где я снимала первую распаковку с коришской Джинафайр Лонг. Ох, время ностальгировать. Пусть она у меня будет стоять рядом со своей подружкой Катрин. Ух, и еще кое-что тут есть. Уже вижу базовых куколок, за исключением парочки. Вот масляшка, которой у меня не было в открытом виде до этого момента. И я ее не держала никогда в руках. Это Аммонита Найт Шейд из коллекции Глум энд Блум. Ух ты! Я, конечно, удивлена вот этим вот лозом, цветом и какой у нее аутфит. Такая вот плотная ткань и юбка стилизована под кожу, как у Скаррис Кримс. И у нее очень пышные волосы, которые сверху залачены. Такая зеленая девчонка. Вы скучали по базовым куклам? Лично я, да. Например, по Рошель Гойл из коллекции базовой. Да, это очень логично. Поздравьте меня за мою логику. Она потрясающая. У нее большие выразительные глаза, которые смотрят на тебя. И вот то ли просят, то ли что-то говорят. В общем, очень красивая. Судя по всему, аксессуаров в коробке нет. Зато кукла есть. Также базовая Венера Макфайтрап. О, ее волосы. Ой, какое блаженство. Волосы Венеры Макфайтрап, если они особенно из коробки и ухоженные, и вот так красиво уложены, то это вообще просто супер, просто класс. Кто не верит, тому в глаз. Я Венеру расположила рядом с Аммонитой, так как они обе связаны с природой и хорошо сидят вместе. В посылочке также лежит одна из моих самых любимых кукол Монстр Хай. Это Робекка Стим базовая. Да-да-да-да-да. Кроме виперин, она у меня тоже любимка. Я ее обожаю за вот эти вот шестеренки, которые крутятся сзади на ее ножках. За прекрасное милое личико. Также красивые волосы. Да и вообще голубой цвет, такой синий, с бронзовым сочетается отлично. Полетели! Года четыре назад, когда у меня только появилась эта кукла в коробке, я просто на нее смотрела и мечтала, когда же наконец наступит тот момент, когда я буду снимать на нее распаковку и буду держать эту куколку в своих руках. И это свершилось. Еще одна кукла в посылке не менее значимая. Это Вандала Даблунс или же Дублунс. Кто как привык говорить. Вау, красотка. Та деталь, которую я в ней обожаю, так это ее шляпа. Я бы такую шляпу хотела бы носить. А вы? И да, нога у нее снимается. Давайте это проверим. Ооо, Вандала без ноги. Вот она, деревянная нога, оказалась уже в моей руке. Бывает же. Приключения свалились на голову. Какая же огромная посылка. Ее даже можно назвать не посылкой, а посылящей. Кто бы мог поверить, что такая, казалось бы, маленькая упаковка-коробка может содержать в себе такое большое количество кукол. Это ж нонсенс. Целая коллекция кукол и я просто в шоке. Если ты тоже, то ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы следить за новостями канала и не пропускать новинки, поскольку у нас много интересного, кроме топов, обзоров и тому подобное. Также напиши в комментарии, какая монстряшка твоя самая любимая и почему. Жду ваших комментов. Хочу выразить огромнейшую благодарность своему другу, да и всем ребятам, которые посмотрели это видео. Могу отметить, что куклы пришли в нереально крутом состоянии. Они чистенькие. Как будто бы девчонок и мальчишек только что вынули из коробки. Видно, что хозяин трепетно относится к своим любимицам, причусывает им волосы и, в общем, следит за ними. Спасибо большое. Очень крутые куклы. Be cool and crazy. До новых встреч и видео. Пока-пока.